Приветствую! Поговорим о проекте постановления Верховной Рады Украины номер 10091. Это постановление носит такой очень громкий характер о восстановлении конституционного строя в Украине и касается выезда из Украины мужчин во время военного положения. И вот давайте сейчас посмотрим текст этого проекта и поговорим о том, что там написано и что произойдет в Украине, если будет принята эта постанова. Вот текст этого проекта и если давать юридическую оценку тому, что здесь написано, хочу сказать следующее, что вот то, что написано в первых двух абзацах, это то, что соответствует действующему законодательству. И в первом абзаце автор проекта, ссылаясь на 33-ю статью Конституции Украины, говорит, что ограничения на выезд из Украины могут быть установлены только законом. И мы это с вами прекрасно знаем, мы все читали эту 33-ю статью Конституции Украины. От себя хочу лишь добавить, возможно кто-то пропустил этот момент. Но Верховный суд Украины в своем решении, которое я подробно уже разбирал и ссылочку на видео, посвященное этому решению, оставлю в описании. Так вот Верховный суд сказал, действительно на сегодняшний день закона, который устанавливал бы запрет на выезд мужчин из Украины во время военного положения, не существует. То есть это то, что вы много раз писали в комментариях, теперь ваши слова подтверждены Верховным судом. Далее, автор проекта постановы ссылается на закон Украины про порядок выезду в Украину и въезду в Украину грамотян Украины. А если быть на статью 6-ю, где указан перечень случаев, когда можно ограничить выезд из Украины. И совершенно правильно здесь говорится о том, что только этот закон устанавливает перечень таких оснований и больше нигде не может быть установлено этих оснований. Но они, собственно говоря, больше нигде, по большому счету, и не установлены. Что дальше предлагается здесь? Предлагается Верховной Раде постановить следующее. Державной Прикордонной Службе Украины забезпечить перетинание гражданами Украины державного кордона в пунктах пропуску через державный кордон та пунктах контролю незалежно від їх стати та віку, крім випадків, передбачених частиною першої статті 6 закону Украины про порядок выезду з Украины и въезду в Украину громадян Украины. А в пункте 2 этой постанови здесь поручается Кабинету министров Украины удалить вот те изменения, которые касаются ограничения права на выезд из Украины. Удалить эти ограничения из правил пересечения государственной границы гражданам Украины. И, конечно, вопрос, который нас больше всего беспокоит, а что будет, если эту постанову примут? Вот что произойдет? Давайте по пунктам разбираться. Вот пункт первый говорит, что нужно выполнять, соответственно, что? Часть первую статьи 6 закона Украины про порядок выезду и въезду. А скажите, пожалуйста, а без постановы Верховной Рады Украины ДПСУ разве не должна выполнять этот закон? Вот такой вопрос. И, соответственно, если постанова соответствующая будет принята, а что это может изменить? К сожалению, ответ очень нехороший. Ничего. Ничего это не может изменить. То есть от того, что Верховная Рада еще раз скажет, вы должны выполнить закон, вы должны работать по норме этого закона, ничего не изменится. Почему я говорю еще раз скажет? Да потому что Верховная Рада, принимая закон, уже определила, по каким правилам ДПСУ должна пропускать людей. И ДПСУ ничего с этим не делает. И, соответственно, даже если проголосуют за эту постанову и, соответственно, будет этот пункт, ну и что? Я думаю, что ничего это не изменит. Второй момент, конечно, вы можете сказать. Но вот во втором пункте там же говорят, что Кабмин должен изменить, соответственно, правила пересечения госграницы. А у меня сразу есть встречный вопрос. Ну, мы же реально понимаем, что шансы на то, что Кабмин это сделает, они не такие большие. И встречный вопрос звучит так. А что будет, если Кабмин не выполнит требования этой постановы? Отвечая на этот вопрос, вы можете сказать, стоп, ну, если вдруг Кабмин не выполнит постановление Верховной Рады, Верховная Рада может выразить вотум недоверия Кабмину и отправить его в отставку. Действительно, вы правы, такой механизм есть. Сначала Верховная Рада одной третью голосов должна инициировать вопрос о выражении вотума недоверия Кабмину. А потом двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины могут проголосовать за вотум недоверия. А теперь скажите мне, пожалуйста, а кто из вас верит, что это возможно? Ну вот кто всерьез верит, что это возможно? Что на сегодняшний день Верховная Рада возьмет и отправит Кабмин в отставку? Я не думаю, что найдутся люди, которые вот в реальности всерьез воспринимают возможность такого развития событий. И вот здесь мы подходим к чему? Какое же значение, юридическое значение постановы, проекта постановы номер 10091? Даже если проголосуют, даже если представим себе, что Верховная Рада поддержит эту постанову и проголосует за нее, это совершенно не значит, что Кабмин изменит правила и ДПСУ изменит свои, соответственно, принципы работы, скажем так. Даже если вдруг, вот я представляю себе ситуацию, что Кабмин сказал, окей, мы меняем правила, а уверены ли мы, что ДПСУ будет работать по-другому? Я не уверен, потому что мы прекрасно знаем, как ДПСУ в 2022 году в нарушение правил сначала пропускало студентов, потому что был лист администрации ДПСУ, а потом в сентябре месяцев перестало пропускать студентов, опять же основываясь на листе администрации ДПСУ. То есть там главное лист, все, не закон, не постанова Кабмина, а оказалось на практике, что главное лист. И все. То есть вот эта постанова, которую внесли, да, мы знаем прекрасно, что внес ее Дубинский. И как мне кажется, что эта постанова, она носит скорее такой политический характер, может где-то хайповый характер, потому что такой постановой хотят, с одной стороны, понравится всем людям, да, которые оказались в условиях запрета, с другой стороны, хотят показать, что вот наш политический оппонент нарушил конституционный строй, ведь название постановы какое, вдумайтесь, да, про восстановление конституционного строя. То есть мы прекрасно понимаем, что, да, такое идет обвинение политических оппонентов в том, что они нарушили конституционный строй. Поэтому, учитывая политический характер этого постановления, учитывая то, что и КМУ, и ДПСУ может не выполнять эту постанову, и никаких юридически значимых последствий для них, скорее всего, и не будет, надеяться на то, что эта постанова может что-то изменить, я бы не стал и не рекомендовал планировать свою жизнь сейчас, исходя из того, что вот-вот примут эту постанову. Нет, вот этого точно делать не нужно, нужно планировать свою жизнь так, как будто этой постановы просто и не было. На этом у меня, пожалуй, все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, подписывайтесь на мой YouTube-канал, также подписывайтесь на мой Telegram-канал, ссылочка на него есть в описании к этому видео, там больше полезной информации и появляется она оперативнее, чем в YouTube-канале. Ну а в конце, как всегда, пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.